Всем привет парень и девчонки! С вами я эндуромастер. Сегодня 24 февраля 2021 года я нахожусь в спортивном комплексе стайки. Здесь находится кроссовый трек, там находятся шоссейные кольцевые гонки, трек для картинга. Сегодня я буду тренироваться с эндуро легионом по кроссовому треку. К сожалению еще очень много снега, температура воздуха сейчас примерно плюс 2 плюс 3 градуса тепла. На солнце конечно кажется, что теплее. Показываю еще раз. Вот мой блок переноса форсунок. Это у меня еще стоит вторая версия, потом выходили третьи версии. У них здесь уже установлен сразу же коннектор для подключения вот этого шланга с быстросъемом от бака. В четвертой версии там еще находится буртик, который позволяет более плотно прилегать резиновой гофре от дроссельной заслонки. Что хочу сказать, то есть уже много появилось всяких умников, которые говорят, что мол блок ничего не дает, никаких преимуществ там и так далее. Ну я уже показывал, что мотоцикл на холодную заводится элементарно с KIKO, TPI мотоцикл, мой Сергей мотоцикл, другие ребята также отзывались. Дальше со стартера на холодную, соответственно тоже, он заводится очень просто. Вот сейчас я продемонстрирую. Мотоцикл холодный, конечно я не могу вам это доказать через камеру, но поверьте, вытащил только что из машины. Вот, и сейчас он постоял, пока я переодевался на улице. Давайте посмотрим, как он заводится. Я могу сразу сказать, что со штатным местом форсунок он у меня никогда не держал таких оборотов, никогда. И на новой свече не держал ничего. Сейчас я поставил свечу NGK BR7ES, вот она рекомендована для мотоциклов с карбюратором. Ну и кстати говоря, ребята говорят, что и на этом мотоцикле она тоже рекомендуется. Оказывается, в каталоге пишут, что штатная иридиевая свеча, она нужна лишь для меньших выбросов там что ли в небо, да? Послушайте. Я не знаю, нужны ли какие-то еще доказательства. Ручка газа, смотрите. Мотоцикл холодный. Сейчас я буду ездить по треку, я вам все покажу, вы сами все послушаете. Еще раз говорю про мои впечатления и ощущения. После этого блока стало лучше, мотоцикл стал ехать лучше. Я лучше контролирую ручку газа, мне гораздо удобнее и комфортнее ездить стало. По расходу топлива я не заметил разницы. Я ездил в очень глубоком снегу, на прошлом видео вы могли это видеть. Очень сильно газовал, никаких изменений я не заметил. Мне даже показалось, что он меньше стал ее расходовать, но это вообще невозможно, конечно. Я заправляю камеру в шлем, еду на трек и смотрим. А то ребята уже начали тренироваться и мне нужно к ним. Еще раз напомню, что у меня стоят спереди покрышка петрашина L266, сзади L275. Тоже петрашина. Задняя, ну, будем считать, хорошая покрышка, удобная, а вот передняя, совсем неудобная, она очень узкая, складывается шашка, быстро. Очень скользко. Вообще лед. О-о-о, бляхай, нифигаси. Как тут ехать? Снимаем. О-о-о. О-о-о... О-о-о! О-о! Хочешь такую? Будешь смотреть? И масло больше, и окошко смотровое. Когда заливаешь, можно тут болт не откручивать, который вечно скручивают, сразу смотреть. Уже в камне бил этим местом, так что все нормально, проверено. Внутри болты, а назад она вкручивается, это окошко на самом деле, еще на мощной герметике, такая толщина там бронированная, так что вот так просто не разбить. Так, проехали мы около 20 минут, по треку. Вот по этому треку мы сейчас гоняли. Вот сколько бензина осталось, не могу даже сказать, что что-то хоть чуть-чуть даже съела, но может чуть-чуть там, на пару миллиметров уровень уменьшился. Теперь по блоку переноса форсунок. Все сухо, ничего не течет. Это даже без буртика у меня установлено. Напоминаю, вторая версия. Так что прижим плотный, максимальный. Буртик это так, для самоуспокоения, ну и для того, чтобы, ну, гофра села прямо вот четко-четко на свои места. Все работает четко. Обороты ровные. Мотик не глохнет. Ни на горячую, ни на холодную. Кто-то там говорил, что если ставите блок переноса форсунок, то будет глохнуть на горячем, надо там регулировать винт холостого хода. Ничего не надо регулировать. Надо ставить нормальный блок переноса форсунок, чтобы нигде ничего не пропускало, все было плотно и все будет работать четко. Именно этого мы и добивались в нашем блоке. Это у меня по снегу вообще, вот, я так посчитал, примерно третий выезд. Ну, может, четвертый максимум. Там, может, какой-то был промежуточный выезд. Очень сложно, потому что трасса, она подтаяла. Сейчас все во льду. То есть, где-то вот земля проглядывает, а нас сюда не пускают. Нас пускают только там, где есть снег и лед. И вот по льду вообще, ух, приходится дрифтить. Кстати, очень интересное занятие. Попробуйте, рекомендую. Выставляете ногу, например, ходите в левый поворот, выставляете левую ногу чуть-чуть, на нее опираетесь и чуть-чуть больше газа даете, чтобы заднее колесо пошло в занос небольшой, в срыв. Только не очень много газа, а так, чуть больше, чем нужно, чтобы ехать ровно. То есть, он начнет сразу дрифтить у вас, на ногу вы оперлись и дальше уже сделает техники, как говорится. Пару кругов сделаете и поймете. Ладно, выключаю камеру, включу уже, когда поедем дальше. Вау, ну ты даешь. Не ударился? Раз, два, три, четыре. По верблюду проезжаете, тот поворот, тот поворот, проезжаете по целине. Кто сможет, вы должны заехать с торца на вон тот трамплин, на самый большой. Кто не может, проезжает аккуратно по трассе, только там грязь. Прорубает. Опа. Прорубает. 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 Я так понимаю, что правильно только я проехал. Короче, вы правильно, я неправильно. Субтитры сделал DimaTorzok Победа! Последнего не ждем? На этом повороте видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Победа! Ой! Е-мое! Экстремал, однако! Куда? Вот е-мое! Сейчас я буду приседать, да? А сколько за четвертое место? Я четвертый, да? 40! Да ладно, шусь же! Короче, давай! Мы по 50 уже! Это еще хорошо 4 человека! Отжиманий! Такс отжиманий! 20 отжиманий! Отжиманий? А третье самое тяжелое! Бля! Третье надо как-то... А где же тут можно отжаться-то? Так, надо снять с себя рюкзак! Ладно, будь сильнее! Можешь с левой камерой на противо... Да, поврусь! Попробуй! Да, лучше, чтобы... Блин! Ого! Есть! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20! Ого! Теперь мокрые руки! 20 раз! А не так и сложно, кстати, в Киппе! Сложно! Ага! Ага! 2, 13, 14. Вот. 3, 16, 18, 20. pot. Доброе утро! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надо было тебя сбивать! Меня в итоге еще и он обогнал 7 Блин, он опять рассчитывал? 10 Ну мне как обычно 12 А, 12? Отжиманий или приседаний? Смотри Что? Смотри Что? Один Ёперный театр Только отжимаемся, ты не отжимаешься Клювом смотришь вперед О класс, я сейчас так буду Ну-ка давай Ладно, отжались Так что ли? 2 3 4 4 Трундец Трундец 4 2 3 3 Давай, вспомнил я по-моему. Давай. Давай. Туда. Спасибо. Все, всем спасибо за тренировку. Леша, спасибо. Откатал всю тренировку. Все четко. Сейчас помыл мотоцикл только что на ваших глазах. Проверяем. Все четко. Все идеально работает. Обороты ровные. Вопросов никаких нет. Мне очень нравится. Повторяю, что это небо и земля. Я хорошо помню, как он ездил без блока переноса форсунок. Мотоцикл полностью изменил свое поведение. Теперь контролировать его очень удобно. Низы у него реально стали намного богаче. Сразу рвет, рвет с низов. И контролировать их очень удобно при этом. Полностью отпущенная ручка. Чуть-чуть газ. И он едет. Обалдеть. Блок переноса форсунок я лично от себя рекомендую ставить, ребята. Ставьте блок переноса форсунок. Ставьте свечу сразу NGK BR7ES. Снимайте нафиг этот насос масляный. Как сделал я. И все будет супер. Еще раз посмотрите на это чудесное место. Скоро здесь снег растает. А вот там дальше, за забором, ну, наверное, вам не будет видно. Потому что камера не передает такие мелкие детали. Ну, короче, вот там вдалеке забор наверху. И вот там вот наше эндуро-тренировочное место. Ну, как мы его всегда называли стайки. Едем в стайки. И вот там наши горки, наш трек, бревна. Так что можно приезжать, потренировать кросс. Потом ехать туда. Ну, либо наоборот. Сначала потренировать эндуро. А потом с оставшимися силами приехать и тренировать кросс. Всем отличного настроения. Тренируйте кросс, тренируйте эндуро. Пока-пока. Увидимся. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Количество топлива в баке. Смотрите внимательно. Это после полноценной кроссовой тренировки. Ну, как вам? Я ничего не доливал. Вот сколько осталось топлива. То есть, на мой взгляд, его вообще, ну, сколько было, столько осталось. То есть, еще один миф развеян. Кто-то там пытался что-то где-то писать, что с блоком переноса форсунок он начинает жрать, как карбовый мотоцикл. Ни хрена. Вот сколько он жрет. Такое чувство, что он еще меньше стал есть. Я не знаю, как это описать, как это объяснить. В общем, я обалдею с блока переноса форсунок. Это просто вот такая супер вещь. Даже вот такая и вот такая. Эндуро, это круто. Ставьте лайки. Пока-пока. Увидимся.